Девушки отдыхают CBN Animation Представляет Первое Рождество с Панки Его зовут все просто с Панки Он самый лучший друг для всех О, рядом с ним всегда веселье Шум и гамель громкий смех Он очень любит развлекаться Собрать друзей веселый круг И каждый мог бы в том признаться Что с Панки любят все вокруг И каждый мог бы в том признаться Что с Панки любят все вокруг Нас было пятеро в корзинке И мама заботилась о всех нас Бруно второй, названный в честь папы Дрино, Маленькое Высочество Минкс и я С Панки А это наши люди Он, она, Малыш и Сьюзи Они жили вместе с нами Но почему-то считали совсем наоборот Думали, что это мы живем с ними Мамин хозяин был очень добрый Эй, что ты ищешь? Она хорошо служила своему хозяину Что за умница? А он, в свою очередь, заботился о нас Успокойтесь, успокойтесь Остановитесь Остановитесь Ну уже, остановитесь Прошу вас Ну иногда ему трудно было сказать об этом Какие непоседы А ну быстренько давайте в дом Пока кто-то не пострадал Я, например Мы жили в обычном доме В самой обыкновенной части города Но время мы проводили Необыкновенно Щенки Мама, осторожно Ах, может их кто-то утихомирить или нет Мы были наверху Но как вам не стыдно Идите сюда Идите сюда, тихонько Не мешайте маме Сколько же я насчитала их? Четыре или пять? Что же мне делать с этими щенятами? Ах, ой Кроме моей семьи и наших людей В доме был еще один жилец Саманта Между мамой и Самантой был какой-то договор Который, кажется, назывался Договором о мирном сосуществовании Мама говорила, это значит Каждый делает вид, что не замечает другого И остается на своей территории Теперь я знаю, почему Щенята, время подкрепиться Пусть все узнали, как должны жить собаки В доме нашего хозяина у нас было все Что только можно было пожелать И даже больше Мы были счастливы и нас любили Ну что еще щенку нужно? Пусть все узнали, как иначе Пусть все узнали, как иначе Напустите Ой, моя сумка Ну что это такое? Нет, что ли что-нибудь? Ну я уже просто не знаю Что еще с ними делать А ну отдай, отдай Ну-ка отдай Это предложит почтовому отделению Я не думаю, что он тебя слышит, дорогой Как хорошо, что хоть кто-то помнит, как нужно себя вести Ты видела это, мама? Видела? Ах, Панки, ну что мне с тобой делать? Прости, мама Мои дорогие, в жизни каждого щенка приходит очень важное время, и оно уже приближается Но я никого здесь не вижу, мама Однажды у каждого из вас будет новый хозяин Когда мы полностью исследуем этот дом В Панки, тихо В Панки, да, мама Вы должны уважать вашего хозяина Вы полностью зависите от него так же, как и он зависит от вас Особенно, если вам придется когда-то оказаться в большом городе В большом городе? Немного страшновато В жизни всякое бывает, но существуют правила хорошего поведения, которые должен знать каждый из вас Отчего это вы на меня смотрите? Хорошо несите службу Будьте преданы вашему хозяину и своей любовью Дайте ему ощутить что-то особенное Тогда будете счастливы Уважайте территорию других собак Будьте благодарны за то, что имеете Никогда, никогда не просите, чтобы вам бросали остатки еды со стола Но самое главное Старайтесь проявлять доброту ко всем Ко всем живым существам Даже к котам Да, Панки, даже к котам Помните, кем вы являетесь Я даже не знал, как мне запомнить все эти правила Но вдруг понял Все, что мне нужно было делать, это просто всегда помнить маму Каждый день своей жизни она следовала этим правилам Что-то случилось, мама? Нет, Панки Все хорошо Обещай мне, что бы ни случилось в жизни Ты никогда не потеряешь надежды И не будешь делать плохого Помни, ты хороший пес Обещаю, мама Мы так вам благодарны за это Рады вам помочь Правда, дети? Да, конечно Как тебе этот, папа? Ну, не знаю, сынок Похоже, он такой непоседа А ты что скажешь, Том? Прекрасный щенок Такой шустрый Хороший выбор Эй! Я так гордился, что меня выбрали Я сказал всем до свидания И был готов к приключениям Будь осторожен И помни все, что я говорила Хорошо служи своему хозяину Хорошо, мама, я обещаю До свидания Спасибо за щенка До свидания Я с нетерпением ждал новой жизни В большом городе Вот твой новый дом, приятель Здесь ты будешь жить, дружок Эй, я ведь забыл спросить, как тебя зовут Как тебе имя Спот? Может, Дастин? Эй, ты отважный парень, ведь так? Действительно Ну, а как насчет спанки? То, что он правильно угадал мое имя Еще не означало того, что я был готов уснуть в одиночестве Я привык засыпать вместе со своими братьями и сестрами Папа, щенок не хочет засыпать один Ему грустно Я научился этому у своего дедушки Это поможет ему успокоиться Думаю, что звук часов напомнит им Убиение сердца его мамы Это действительно было так И я вспомнил о своем обещании Я собирался сделать все от меня зависящее Для того, чтобы быть хорошим щенком А? Что? Что это такое? Марк, это что? Спанки устроил весь этот шум и гам? А? Эй, спанки, тебе удалось победить мальчишку-разносчика газет Молодец, отличная работа Ну что, проголодался? Думаю, что мама не одобрила бы того, как мой хозяин ведет себя за столом Но я знал, что вместе нам будет очень весело Давай, налекай, спанки Он был такой же, как и я Мне нужно торопиться, а то я еще не успею на автобус Пока, спанки Увидимся позже О нет Спанки, прекрати А ну, вылазь оттуда Посмотри, что ты надел О нет, спанки 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 Я уже дома Спанки Сидеть Сидеть Молодец Ну же, спанки Эти ко мне Молодец Эй, спанки У меня для тебя есть кое-что особенное Ферма! Мама всегда говорила, что на ферме собака может найти всё, что ей нужно И она была права Ну-ка, давай! Спанки, осторожно! Ну-ну, я не дам этой гусы не обидеть тебя Ой, нет, Спанки! С тобой всё в порядке? Спанки, я не люблю, что ты хочешь быть поросёнком Ну, а сейчас он где? Спанки, я не люблю, что ты хочешь быть поросёнком Ух ты! Снег! Ну же, Спанки, лови снежок! Поймай его! Как здорово ловить мячи! Все собаки любят играть в эту игру! Молодец! Особенно если ловить нужно снежки Красиво поймал! А вот кататься на самках – это уже совсем другое! Спанки, я думаю, тебе понравится! Держись! Ой! Держись! О-о-о! Спанки! О-о-о! Ты знаешь, что значит снег, знаешь? Рождество! Разве ты не знаешь, что такое Рождество? Ну, конечно, откуда ты можешь это знать? Ведь это твоё первое Рождество! Рождество – это просто прекрасно! Это когда мы празднуем день рождения Иисуса! Иисус, Сын Божий, родился в этот день! Больше всего я люблю рождественское представление, рассказывающее историю из Библии, в которой участвуют даже настоящие животные! И всё это происходит прямо в церкви! Это так прекрасно! Я уже не могу дождаться, когда увижу это опять! Эй, осторожнее! Пошли домой! Я тебя догоню! Эй, подожди! Ты не помнишь, где мы припарковали машину? Рождество пришло очень быстро, и все были взволнованные и уставшие! Надеюсь, что я не выроню всё из рук! Ух, кажется, мы сделали всё, что нужно! У нас даже осталось несколько часов для отдыха! Не понимаю, почему мы каждый год покупаем подарки в последний момент! Это, наверное, уже традиция! А сейчас домой, чтобы положить подарки под ёлку и немного отдохнуть перед тем, как отправиться на рождественское представление! Ух ты! Ты слышал, спанки? Я просто не могу дождаться! Уже вот-вот настанет время представления! Прости, но здесь нет места! Так что поедешь в кузове! Сынок, быстрее! У нас мало времени! Уже иду! Мы три восточных царя Везём подарочки с собой Морем, суши и горами Следуем за небесной звездой А теперь давайте споём колокольчик и звездяк! Дин-ди-лин, дин-ди-лин, колокольчик и звездяк! Эй! Погодите! Эй! Постойте! Подождите меня! Ой! 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 Мама! Ой! Ой! Ай! Помогите! Ой, помо... Помогите! Аяй! Ой-ой-ой! Я оказался на ужасной улице, в центре города. Ну, что ещё хуже? Что случилось со щенком и так нуждался в своем хозяине, но я нигде не мог его найти. О, похоже, здесь живет моя родня. Эй, привет! Есть кто-то дома? Привет! Я еще никогда не бывал на мусорнике, и мне было немного не по себе. С Рождеством! Да, с Рождеством вас! О, как! Я люблю праздники, а Рождество особенно! В это время все такое красивое, и кругом блестят разноцветные огни и снег. О, щенок, настоящий щенок! Ты приготовил мне рождественский подарок, это же надо, а я тебе ничего не приготовил. Но это, конечно же, не означает, что я не хотел тебе приготовить подарок. У тебя просто всегда такой вид, как будто у тебя нет настроения что-то праздновать. Всегда чем-то недоволен, в плохом настроении, и представить только все в конце концов. Спайлер! Спайлер! Не собирался я тебе ничего дарить, особенно щенка. Ну что, щенок, чем это ты здесь занимаешься? Эй, спокойнее! Хм, малыш, не обращай на брута внимания, я могу с ним справиться. На самом деле он безобиден, как котенок. Ну, рассказывай, разве мама не говорила тебе, что на свалке играть нельзя, а? Дело в том, что я потерялся. О, тогда ты оказался именно там, где нужно, малыш. Тут полно объедков. Встретишь Рождество вместе с нами. Это очень любезно с вашей стороны, но мне нужно разыскать хозяина Марка. Хе-хе-хе! Тут нет никакого хозяина. Это неправда. Марк сказал, что его хозяин есть повсюду, особенно на Рождество. Я верю моему хозяину. Именно поэтому я ненавижу щенят. Сейчас я догоню тебя, маленький негодяй, и ты станешь моим обедом. Ой! Ой! Мама! 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 Помоги! Помоги мне! Ой, мама! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Дин-дин-дин-дин-дин! Колокольчик наш звенит. И лошадка нас везёт. И снежок блестит. Я уже просто не могу дождаться Рождества Ну, ну, ну хоть немножко намекни Ну, ну только чуть-чуть, ну чуть-чуть Эй, не заглядывай в коробку Я еще не завернул подарок И не встряхивайте коробки Эй, а ну, не подсматривай, слышишь? Говорю тебе, не подсматривай Ну ты же хочешь, чтобы это был сюрприз, ведь правда? О, нет, я ведь забыла о спанке Прости, друг, ты меня простишь? Спанки! Спанки! Ну, спанки, где ты? Спанки! Спанки, пожалуйста! Есть кое-что для тебя! Домой! Спанки сейчас может быть где угодно Это я во всем виноват Если бы я не был так занят подарками Я бы больше внимания уделил спанке Мы должны найти его папа Должны! А как же Рождество? Ведь ты не посмотришь представление Мне все равно Я дам все свои подарки Представление ради того, чтобы разыскать спанки Я вспомнил о том, что мама учила меня Никогда не просить милостыни Но я был так голоден И в принципе, мое выступление нельзя было так назвать Домой! Домой! Дем отсюда! Домой! Вы же мне, где эту собаку отсюда! Это какой-то ужас! Больше никогда не хочу ее видеть! Спанки! Где ты? Спанки! Ну где же ты? Спанки! Слышишь? Не думаю, что мы его найдем. Город такой большой. Мы не должны сдаваться, папа. Мы просто не можем. Я попросил Бога, чтобы он защитил Спанки и помог нам найти его. В этот день я набегался больше, чем когда-либо. Я ужасно устал. Это первое доброе лицо, которое я вижу за долгое время. Наверное, это то место, о котором мне рассказывал Марк, дом его хозяина. Я не мог дождаться, когда я удобно устроюсь и согреюсь. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепис по всей земле. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилея, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова. С ним была Мария, его обрученная жена, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время ей родить. И родила сына своего, первенца. И спеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были пастухи, которые охраняли ночью на поле свое стадо. Вдруг появился перед ними ангел Господень. И слава Господня осияла их, и убоялись они страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Спаситель, Мессия Господь родился сегодня в Вифлееме. Эй, малыш, что ты здесь делаешь? Ты должен быть на сцене. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в ясли. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее Слава Вышнюю Богу и на земле мир в человека благоволения. Уже ночь на дворе, сынок. Мы продолжим поиски завтра. Папа, на улице очень холодно. Спанки замерзнет. Мне очень жаль, сынок, но сегодня мы уже ничего не сможем сделать. Останови машину! Останови машину! Останови машину! Спанки! А я уже думал, что мы тебя не найдем. Где же ты был? Ты скучал без меня. Не знаю, кто из нас кого нашел, но я был очень счастлив. Думаю, что они тоже. Это было великолепное первое Рождество. И как было хорошо опять оказаться дома. Дорогие друзья, мы рады, что вы посмотрели нашу программу. И если после просмотра у вас возникли вопросы, напишите нам, и мы бесплатно вышлем брошюру, которая поможет вам больше узнать о Боге. Наш адрес. 123-423-MOSKVA-D423, абонентный ящик 1. Или 01001-KIEV-1, абонентный ящик 168. Спанки! Режиссер Анжела Варт Костелло, продюсер Лидии Линдстрон, исполнительный продюсер Бен Эдвардс, при содействии Стива Ворника, Даса Нокса и Бекки Уикс, по мотивам книги Дженет Окк, дневник Спанки. Телевизионная версия Патрик Грэнлис, оригинальная музыка Анжела Варт Костелло, фильм дублировали Николай Лазовский, Александр Бондаренко, Надежда Бондаренко, Людмила Игнатенко, Юрий Коваленко, режиссер дубляжа Виталий Стебенев, звукооператор Алексей Репик, видеоинженер Юрий Прилипко. Фильм дублирован на студии Эммануил. Фильм дублирован на студии Эммануил. Апрад друзей, весёлый круг. И каждый мог бы в том признаться, Что в парте людям все вокруг. И каждый мог бы в том признаться, Что в парте людям все вокруг.